Сегодня у нас Тора, глава Ваера, что значит и явился. И здесь мы видим в этой главе очень много историй, очень много событий, просто очень много событий. И на каждое из этих событий можно написать книгу, снять фильм. И начинается эта глава с того, что Аврааму являются три ангела, он их встречает. И это было во время зноя дневного, было очень жарко. И из предыдущей главы мы знаем, что Авраам, он вот только-только совершив повеление Господа, он обрезал всех своих слуг, он, также он обрезался. И это было время, когда у него было недомогание, все-таки в его возрасте это было, ему было тяжело. И был дневной зной, очень жарко. И тут появляются три человека, и он встречает их. И мы знаем, что одно из основных качеств Авраама, это хэсет, это гостеприимство. И ему очень хотелось сделать вот это доброе для этих людей. И хотя он был в недомогании, он решил все делать самостоятельно, лично сам. Мы знаем, что у Авраама было много слуг, он был богатый человек. И находясь в таком состоянии, конечно, он мог сказать, дать повеление, озадачить группу людей, они бы это сделали очень быстро и очень качественно. Но ему хотелось самому. Он сам это сделал и попросил жену свою, которая тоже была в таком высоком положении, в той общине. То есть они сами лично исполнили эту заповедь гостеприимства. И в процессе общения он понял, что это непросто, непростые люди. И в процессе общения он понял, что сам Бог пришел к нему в образе этих людей. И Бог обещает Аврааму сына, сына, которого он так долго ждал. Уже был у него сын. И он так сказал, что хоть бы этот сын был жив. То есть, в принципе, Авраам считал, что уже вот сын есть и все. Но Бог ему сказал, что через год у тебя будет сын. И, конечно же, Бог исполнил свои обещания. Бог исполняет все свои обещания. И еще раз Авраам, он утвердился, утвердился в вере. То есть он поверил Богу еще сильнее. То есть когда Бог подтверждает, исполняет свои обещания, наша вера, она сильно, очень сильно укрепляется. Особенно если мы долго ожидаем что-то. То есть надежда, долго не сбывающаяся, она томит сердце. То есть человек с истовленным сердцем. Вот наконец, вот его мечта всей его жизни, можно сказать, сын, наследник. И Бог дал ему сына именно от цары впоследствии. И далее Господь говорит, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу сделать. И Бог Аврааму говорит, что я уничтожу Содом за беззаконие, за то, как люди себя там ведут. И Авраам, он зная, что там же Лот, там же мой племянник живет. И Авраам начинает дискуссию с Богом. Он начинает спорить с Богом. Не знаю, как у вас, но у меня такие моменты бывали, когда, может быть, у вас, наверное, были такие моменты, когда вы дискутировали с Богом. Боже, а может быть так, может быть по-другому. И мы помним, он начинает с 50 человек. А вдруг там 50 праведников. Господи, неужели ты их погубишь? Бог сказал, нет, если будет там 50 праведников, этот город не погибнет. Итак, 50, 40, 30, 20, дошли до 10, и 10 праведников не было в этом городе. У меня такое понимание было, что, может быть, просто нужно было предложить эвакуировать этих праведников. То есть люди были в этом городе очень злобные. И Священное Писание иллюстрирует, иллюстрирует впоследствии дальше, иллюстрирует, насколько злые были эти люди. И здесь есть место в Писании, которое, ну, в свое время, когда я немножко загрустил, один пастор, он мне сказал, Игорь, он так подошел, так заговорщически, он так ко мне говорит, Игорь, у меня есть к тебе слово. Вот ты там в служении, я вижу, немножко загрустил, у меня есть к тебе слово. И он говорит, вот это для тебя. Вот это для тебя. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа. И это было, я не сразу понял, но потом я начал размышлять, это было как семя в мое сердце. Я размышлял, и я был впечатлен, что этот пастор, он меня сравнил с Авраамом. У Авраама есть чему поучиться. И Священное Писание иллюстрирует эту ситуацию с теми людьми, которые жили в Содоме. И там жил Лот, к нему приходят ангелы. И когда жители этого города узнают, что вот пришли мужчины в его дом, они приходят к его дому и требуют, дай нам этих, выведи этих мужчин, мы познаем их. И Лот, он всячески этому сопротивляется. И он даже, ну скажем так, Лот был такой, ну такой немножко с хитринкой человек. Мы видим по его поведению. И он пошел на такую, вот в моем понимании, на такую хитрость. Его часто осуждают за это, но я понимаю, почему он так сказал. Он сказал, вот у меня две дочери, не знавшие мужа, вот берите их, а этих мужей не трогайте. Ну он понимал, что эти мужчины, они его дочерей не тронут. Ну он как бы, вот самое дорогое я вам отдаю, но они, нет, нет, не нужны мне твои дочери. То есть эти люди были очень извращенные в разуме, и понятие о братской любви у них было такое экзотическое. Экзотическое очень. И когда он не отдал им этих мужчин, то жители этого города сказали Лоту, что сейчас мы сделаем с тобой еще хуже, чем мы планировали с этими мужами. И, конечно же, эти ангелы все это слышали, они затащили Лота обратно в дом, поразили всех этих жителей Содома слепотой, но они все равно продолжали ломиться уже ослепленные, они все равно настолько вот они одержимы были, что они продолжали ломиться в этот дом, требуя своего. И, конечно же, Бог уничтожил этот город, и хотя Авраам просил, где-то, может быть, Авраам пытался стать добрее Бога, быть добрее Бога. То есть он был очень милостив, но Бог уже принял решение, то есть приговор был уже вынесен. И обжалование уже... То есть это были такие люди, которые не собирались каяться, то есть это люди были настолько уже пораженные нечистотой, что Бог знал, что они не покаются. И далее мы видим еще есть интересные события, и очень важный момент это рождение Исаака. У Авраама рождается сын, и увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо они наследуют сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Мы видим, что Авраам любил своего сына, конечно, и ему было очень неприятно, очень неприятно, что так произошло. И мы знаем, что в предыдущей главе была очень похожая ситуация, когда Агарь поняла, что уже есть наследник, то есть что она беременна. Она начала надмиваться над Сарой, то есть она начала вести себя надменно. И Сара, конечно же, была возмущена, и вы помните, я недавно комментировал этот момент и сказала, в обиди моей ты виноват, и пусть Бог будет судьею между мною и тобою. Ну, это где-то как зашифрованное послание, вот Бог тебя накажет за это. Ну, где-то приблизительно, ну, я так понимаю, да, то есть что Бог за меня вступится. И тогда Авраам сказал, смотри, это же твоя служанка, и делай с ней, что ты считаешь нужным, воспитывай ее. Конечно же, Агарь, она понимая, что теперь она родит Аврааму наследника, она понимала, что Авраам будет вступаться за нее, то есть всячески ограждать ее. И здесь Авраам дает сигнал, дает понять, что делай с ней, делай с Агарь, то, что ты считаешь нужным, я не буду вмешиваться. И там написано, что Сара начала притеснять Агарь, то есть она начала ей учить и дала ей понять, кто здесь хозяйка в этом доме. Она служанка, и мы помним, когда ангел, она после этого убегает, и ангел к ней подошел и говорит, Агарь, служанка Сарина. То есть он показал ее положение. И далее он встретил ее у источника воды, и далее мы видим, он говорит ей, что пойди смирись, пойди к госпоже своей Саре и примирись с ней. То есть, извинись, это дословно в синодальном переводе, покорись ей. И вы знаете, вообще вот это вот место, покорись ей, это ислам. То есть возвратись к госпоже своей и покорись ей, и ислам ей. Ну то есть, ислам это значит покорность. И дальше, в дальнейшем ситуация повторилась, и здесь не описывается, но я так считаю, что наверняка Агарь, она продолжала претендовать на первенство. Измаил был первый сын, и, скорее всего, были и интриги, и разные непонятные ситуации. И в итоге, в итоге, получается, произошло то, что здесь уже Авраам, Авраам говорит, чтобы Агарь ушла. И он дал воды, дал хлеба, и Агарь и Измаила отправил, написано «отпустил». Я так подумал, ну как-то, ну жестоко немножко, не немножко, это жестоко все-таки, отпустить, отправить их одних. Ну мог бы так дать команду сопровождения, чтобы они так довели до какого-то населенного пункта, а там уже все будет нормально. Вот, и, но, но Бог, важный момент, но Бог сказал, что я от Измаила, я произведу великий народ. Авраам уже знал, то есть он был очень сильно утвержден в вере, то есть Бог дал ему сына, да, в таком возрасте. И он был уверен, что если Бог сказал, что от него произойдет великий народ, то за Измаила можно не беспокоиться. Бог сделает так, что он будет жить, и этот великий народ, он будет, то есть как Бог запланировал. И закончилась вода, была ситуация такая, очень сложная, и Бог услышал, услышал отрока, услышал Измаила, и дал воду, то есть они погибали уже без воды, Бог дал воду. И мы видим, мы видим, что Бог, Бог очень доверял Богу, то есть дай Бог мне и вам вот такое доверие, такое доверие к Богу. И, кстати, хотел сказать насчет Содома и Гаморы. Очень интересное есть, возвращусь немного назад, очень интересное место есть у пророка Исаии, которое, по моему мнению, очень подходит к этому моменту. Если нечестивый, это 26 глава Исаии, если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее, увидят и устыдятся, ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих. Да, то есть люди, которые грешны и не собираются каяться, упорствуют против Бога, их ожидает огонь Божий. Наш Бог – огонь поядающий. И в завершении я прочту из послания к римлянам Табрид Хадаша, сказаны очень сильные слова об Аврааме. Это 4 глава римлянам. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Да, блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. В знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, но что вменилась ему, но и в отношении к нам, вмениться и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.